Зимой синок Все, что на пути стоит, амнистики, затрем! 22 декабря 2011 года Раздался телефонный звонок И железный, именно железный женский голос сказал Что к дверям вашей мастерской поставили большой рулон Мы боимся этого рулона И просим вас приехать и разобраться Я поехала вместе с водителем Мы этот рулон привезли сюда С ужасом начали раскручивать холст Перед нами была, не рыдай, обо мне мама Илья Михайлович давно простился с этой картиной Считал ее погибшей, уничтоженной, не имеет значения Но был уверен, что в его жизнь она не вернется никогда Она не только вернулась Пробыв полвека в недопустимых с технической точки зрения условиях Она не имела никаких существенных повреждений Первые слова, которые он мне сказал И за это нам всем сломали жизнь Никто не верил, что Крущев мог так неразумно поступить То есть всю оттепель в один момент превратил свою противоположность Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозки Да, для таких будут самые жестокие морозки Ведь это выставка, которую не видел никто Сразу, как только Хрущев своей свитой вышел из зала Зал был закрыт, а через час все вещи были унизены И вы знаете, что было предпринято На все местные газеты Советского Союза Была видана разнарядка Какие имена не надо покрыть позором и смешать с грязью Все художники были лишены всех заказов Некоторых художников исключили из Союза художников Я был лишен всей педагогической работы Вы что думаете, это так все просто было? Он был тунеядцем, потому что у него не было вот той формы Понимаете, формы? Что он там-то работает, ну там, под метальщиком У отхожего места и получает в месяц такую-то сумму И вот Эль Михайлович состоял на службу Он был литературным секретарем Ниной Михайловной Молевой Что было оформлено специальным договором Союза писателей СССР У меня по сей день лежат все расписки в том Что он у меня каждый месяц получал закон Что было делать? И решение, которое Эль Михайлович представляет как мое решение В действительности было решением двух женщин Его мамы, удивительной русской женщины И моим решением Мы должны иметь какой-то кусок земли Где бы люди могли собираться, где бы они могли работать Где бы они могли снова почувствовать себя людьми Так случилось, что некоторые издательства оплатили нам гонорары за книги Например, Толстый Том, первая половина 19 века, художественная школа Он давал возможность просто купить дачу В которой мы могли бы открыть студию И эта студия станет залогом того, что эти художники докажут Что искусством так командовать нельзя Человек, летящий к звездам Он должен перед собой видеть нечто Что заставляет его, как творческую личность Понимать, как сложен мир Как сложно в нем все сделанное Господом Богом И это все должно быть изображено художником Художник – это не нечто такое Что он может просто копировать с натуры Художник должен передавать ту внутреннюю реальность Которая задана самим Господом Богом Задана его сущностными силами Его творческим потенциалом К Билютину рванулась масса тех художников Которых я ценю и как искусствовед, и как историк Как человек, наконец Особенно высоко Это были мастера местных художественных промыслов Которым жизнь не позволила кончить художественные институты Но которые понимали, что им необходимо искусство Месяца полтора искали И наконец нашли дачу Это было Абрамцем Это было точно то самое место Васильевская пустошка Где писали Серов, где писал и Коровин Где писали все гости Мамонтовы Вот были хамы, которые могли нам отгорать Были люди, которые, не имея никакой подготовки Никаких знаний Начинали тебя учить Это была твоя земля И здесь ты руководствовался своими знаниями Своими ощущениями, своими переживаниями И почти сразу была идея Ведь никто не видел выставки в Манеже Так давайте ее покажем Власть всегда одинакова Направлена на то, чтобы подчинить себе художника И им владеть как рабом Но это насилие над его сущностью Над тем, что он художник Закрученная в нем машина Созданная Господом Богом Смотрит на эту власть свысока Для художника вопрос жизни и смерти вообще смешан Потому что, ну что это такое Это ведь пустяки По сравнению с тем, что он сделал Власть даже этого не понимает Что художник независим по самой своей сущности Можно его пытать Можно его вообще уничтожать Но если он настоящий художник Это смешно Просто смешно Дача была окомлена 8 августа 64-го года Деревянная мастерская была построена через год И вот эту деревянную мастерскую обрушили В феврале месяце Сосед по даче стучится к нам с лыжами И говорит Вы знаете, у вас мастерская рухнула Снег нападало в ногу Вот лыжи, чтобы вы могли попасть в дом Мы приехали с Ниной Михайловной В Амрамцевой И увидели вместо 16-метровой мастерской Стеклянная стена Все, двойные рамы Все, ничего нет Нам объяснили Ну, это, знаете, стихийное место Я говорю, какое стихийное место Посмотрите, опоры подпилены И они в горсовете сказали Ну, что вы кипятитесь Мы вам дадим на сессии Разрешение построить каменную мастерскую С условием Одна стена должна быть деревянной Такую мастерскую мы построили Через два или три месяца Прожекторные установки Которые включались с двух сторон И просвечивали гектар нашего лета На кого-то это, наверное, могло производить впечатление Но мы-то все прошли фронт И нам эти фокусы были ни к чему И писали новую живопись Живопись, которая взрывалась Которая говорила о том, что чувство человека Нужно передавать, а не передавать Его фотографические способности копировать Может быть, это чем-то напоминало пионерский лагерь Может быть, это чем-то напоминало стройотряды Не знаю, не знаю Но то, что сделала Абрамцева Оно дало возможность людям понять Дышать можно свободно Смотреть на себя, как на творца Необходимо И что, как бы ни была коротка жизнь Вот этот творческий кристалл Ты вносишь в общую копилку Которая никогда не перестанет существовать Положим, у этой головы есть бюст Что у этой фигуры есть попа И можно еще сказать, что есть еще ступня Вот эти важные элементы Они очень важны для того, чтобы построить любой код Представьте себе 25 лет Абрамцева Полная изоляция Постоянно милицейские мотоциклы С колясками или без стоящей у ворот И вдруг в 88-м году Приехал весь ученый совет Третьяковской галереи Отбирать картины для коллекции Третьяковки А дальше, вы знаете, вот веером Раскрывшиеся возможности в Европе Это выставка в Лондоне Это выставка в Париже Это выставка в Варшаве Одна за другой А затем последовало предложение о выставке в Манеже Легко ли она шла? Нет Очень тяжело Переговоры приходилось вести в ЦК партии И огромную роль сыграла Раиса Максимовна Горбачева Которая лично занялась этой выставкой Вы знаете, мы живем в такой удивительной стране Где вообще в конце концов все сбывается Может быть очень поздно, чрезвычайно поздно Но сбывается Это было время величайших намежд И какого-то вот открывающегося второго дыхания Я всю жизнь считал себя поляком Пока, наконец, не оказался, что я итальянец Эта связь была самой живой Самой ощутимой на каждый день В доме висели присланные дедом Картины итальянских мастеров начала 15 века Это как бы благословение его семьи Другой вопрос, что Иль Михайлович смог туда попасть Только в 91 году Когда первый раз Иль Михайлович Приехал в Белуны Его встречал и кардинал И мэру города И великолепные заголовки в газетах Возвращение блудного сына Иль Михайлович очень веселился А я, говорит, откуда-нибудь сбежал Когда президент Венеции Нас с Ильиной Михайловной Принял так, как будто мы королевская чета Усадил в эти золоченые мебели 16 века И разговаривал с нами Как наследников великого итальянского дирижера И композирта Стефана Вилочи Мы вообще совсем раскисли А потом мы сидели на банкете Где епископ мне подарил книжку Где мой прадед Вся его документация, его жизнь Была в таком томе зафиксирована А потом решение коммуне Венеции Поместить его полотно Среди картин, которые висят В зале консилиума Венеции Вы знаете, это было, конечно, торжество Удивительная вещь, друзья Когда свободные художники Говорят в общем нам с вами Несвободным художникам Что мы самые свободные люди на земле Была эта сатисфакция за прожитые годы Не существует сатисфакции За прожитую жизнь Последовало предложение Соединенных Штатов Что они забирают эту выставку И провозят по университетским городам Соединенных Штатов Но это был 91-й год И в результате большой Минкульт был ликвидирован Малый, то есть РСФСРовский Минкульт Не принял на себя всех обязательств Своего большого предшественника Я не знаю подробностей этого процесса Но сегодня весь состав этой американской части Манежной выставки находится в музеях Соединенных Штатов Америки И все попытки художников вернуть свои работы Оказались абсолютно бесполезны Родина Она дала тебе жизнь И она думает, зачем? Ведь люди, которые родились с тобой или до тебя Все враги А государство делает все, чтобы тебя уничтожить Так что же такое Родина? Что это? Животная привязанность к месту рождения? Или какая-то непостижимая связь между тобой И теми желанными слезами Истерзанным сердцем Которое дарит тебе твоя Родина Эль Михайлович раз или два в год Улетал в Америку Он там писал живопись И оставлял ее своему агенту Это были основные наши финансовые источники Но тех картин Эль Михайлович не любил Какая тема входит в его жизнь Это была тема предательства Так возникает огромный холст Достоевский и Россия Каждый художник всегда думает Хотя бы одну или две картины написать Такие как Тициан, Веронес, Репин Потому что не все могут написать такие картины Не все Селенок не хватает Он пишет огромный триптих Борьба добра со злом И этот триптих дарит Чечне Сейчас это экспонат номер один В художественном музее Чеченской республики в Грозном Да, взрослые люди убивают друг друга Да, на этом стоит история человечества Но поднять руку на детей Больше, чем преступление Этот вот воющий крик Который он написал в своей картине Беслан Это было ощущение Вы решаете свои проблемы У вас существует государственная политика Политика в чистом виде экономика Все Но есть нечто святое Это детская жизнь Ну, конечно, я себя считаю русским художником Хотя итальянцы меня считают итальянским художником И говорят, что так русские не могут писать Но это абсурд Русские могут по-всякому писать Это еще Иль Михайлович продолжал работать Когда на нас снизошло чудо Буквально все региональные музеи России Стали обращаться с просьбой дать хоть какие-то работы билетинам Ведь они были запрещены к воспроизведению Запрещены к распространению Замечательно До встречи Чтобы не последний раз И чтоб вам вспоминался этот дом И вам хотелось бы его принять Обязательно Но хватило ли его света до 26 февраля 2012 года, не знаю Он возвращался на дню несколько раз к этой картине Она висела у нас на ходу пристроена в большом коридоре Иногда он садился на стул, сидел около нее Иногда задерживался и стоял Мой отец погиб, судя по всему, из-за того, что он итальянец Но у меня не осталось ни злобы, ничего Я пошел добровольцам на фронт, зная о конце своего отца Ну, такие обстоятельства жизни Картина «Мир и дает матери» Я написал ее как бы раздавленную Своим долгом перед человечеством Она ведь вдавлена в этот крест Вумурована в него Мне хотелось, чтобы она выглядела как что-то очень светлое И дающее возможность русскому народу Вообще всем людям верить в то, что все будет хорошо Что все равно человечество на этом земном шаре Одолеет все свои невгоды и неприятности И останется человечеством Илья Михайлович ушел из жизни 26 февраля 2012 года Под своей работой, когда-то преданной анафеме Хрущевым Не рыдай надо мной, мама Россия, 1961 год Молодая, очень красивая женщина Прижимает груди к сердцу Голову сына, мужа А вокруг расцветают маленькие тюльпаны Маленькие горные дикие тюльпаны Те самые, которые мальчишка Билютин Видел во время депортации в начале 30-х годов Маленькие горные дикие тюльпаны Маленькие горные дикие тюльпаны Маленькие горные дикие тюльпаны Продолжение следует...